Друзья, всем большой привет! Я думаю, многие из вас слышали о первитине. Некоторые думают, что немецкие солдаты поголовно сидели на наркотиках. Но как обстояли дела у верхушки нацистов? Сегодня я вам расскажу о том, какие наркотики употреблял Герман Геринг. История наркотической зависимости Геринга уходит во времена пивного путча, попытки государственного переворота, устроенной в ноябре 23-го года. Во время боев Геринг получил тяжелое ранение, по одним сведениям в бедро, по другим в пах. Штурмовики унесли тяжелораненого Геринга в дом к еврейскому торговцу Балину, чья жена Ильза первично обработала его раны. Она вместе с сестрой ухаживала за Германом до темноты. Кстати, после хрустальной ночи Геринг освободил из концлагеря торговца и его жену. Ближе к ночи Геринга тайно переправили в клинику к знакомому профессору, куда приехала жена будущего рейхс-маршала, Карин. В больнице она узнала, что Геринг получил серьезные травмы и ему грозил арест. Поэтому его спешно пытались вывезти из Германии. Герман был в ужасном состоянии, ему не давали покоя, страшные боли. Затем ему сделали рентген и обнаружили в ране фрагменты одежды, грязи с улицы и прочие последствия перестрелки. По словам жены, Геринг то плакал, то в подробностях описывал прошедшие боли. При попытке побега в Австрию Геринга задержали и поместили под охраной в больнице. Только со второй попытки его, наконец, удалось вывезти в Инсбрук. Именно с больницы Инсбрука и начинается история морфиновой зависимости Геринга. Ему каждый день делали по две инъекции. Несмотря на то, что прошел месяц после получения раны, Геринг все равно испытывал сильнейшие боли. При этом ему продолжали ежедневно вкалывать морфий. Постепенно Герман уже не мог представить себе день без инъекций. Весной 25-го года он вместе с женой приезжает в Стокгольм, где становится очевидно, что Геринг превратился в наркомана. Если поначалу в Швеции он снизил количество инъекций до двух в день, то впоследствии, по мере нарастающей депрессии от отсутствия работы, поражения нацистов в Германии и ощущения, что его бросили, Геринг начал наращивать объемы морфия. Сначала он делал 4 инъекции в день, а затем уже 6. Стало очевидно, что морфий нужен не только против боли в ноге. Ситуация усугублялась тем, что у Геринга, судя по всему, была аллергия на морфий. Реально, от боли помогали только очень большие дозы. Если Геринг принимал малую дозу, то его ожидали нервные срывы, приступы ярости и бессонница. В итоге было решено отправить его в лечебницу Аспаден, но врачи больницы даже не подозревали, какие огромные дозы принимал Геринг. По плану, лечение заключалось в постепенном снижении дозы морфия. Но, учитывая объемы потребления, получилась ситуация, будто Геринг резко прекратил употреблять наркотик. Он умолял персонал выдать ему морфий, а при получении ответа, дескать, вы мужчина и не распускайте тут нюни, набросился на медсестру. После этого случая Германа перевели в психиатрическую больницу Лангбро, где несколько дней он испытывал жесткую ломку в обитой войлоком комнате. В те времена многие медики были уверены, что лучший и самый простой метод лечения наркомании – резкая изоляция пациента от наркотика. Многие, понятное дело, не переживали такого лечения, но Геринг смог. Психиатр, обследовавший пациента, пришел к выводу, что тот всего лишь сентиментальный человек, лишенный элементарной силы духа. Он написал этот диагноз после того, как Геринг уже как три месяца обходился без наркотиков и был выписан. Ну и нет ничего удивительного в том, что Герман опять начал колоться и снова попал в Лангбро. Прошло еще два месяца, и Геринг вроде как излечился от наркомании. Правда, к этому моменту его внешность изменилась, он изрядно потолстел. То ли рана в паху вызывала нарушение обмена веществ, то ли морфий, то ли все вместе. Геринг начал быстро полнеть. Вспоминая, что произошло с ним в психушке, он очень опасался привыкнуть к каким-либо новым препаратам и старался ограничивать их применение. К сожалению, нет подробных данных о том, какие именно наркотики принимал Геринг до 37-го года. Но после того, как умерла его жена, я думаю, что ситуация обострилась. В 37-м году во время очередной растопки жира в сауне Геринг два часа проговорил с Гитлером по телефону на сквозняке. Во время таких разговоров он запрещал приближаться к себе, поэтому нет ничего удивительного в том, что он заболел. Вскоре его начала мучить боль в зубах и челюсти, и Геринг обратился к доктору Бляшке, который, недолго думая, выдал ему болеутоляющее. Как вы понимаете, в этом болеутоляющем присутствовала морфиновая производная. Дантист дал один пузырек Герингу и сказал, чтобы тот принимал по две пилюли каждые два часа, до тех пор, пока боль не прекратится. Через пять дней Геринг позвонил дантисту и попросил еще пилюль. Бляшке, конечно, предупредил об опасности зависимости, но его слова были пропущены мимо ушей. К концу 39-го года Геринг принимал уже по 10 таблеток в день. Конечно, в них не было так много морфина, но прием таблеток вошел у Геринга в привычку. Разумеется, его пристрастия к наркотикам не были ни для кого секретом. Знали о них и в гестапо, и в высшем руководстве. А офицеры на совещаниях подшучивали над Боровом, как они его назвали. Зачастую во время совещаний, по мере ослабевания эффекта, Геринг отлучался на несколько минут, после чего возвращался в полном расположении духа. Вот что об этом писал оберст Вольфганг Фальке. Геринг выглядел совершенно другим человеком. Словно он заново родился, в его голубых глазах сверкали искорки, и разница между первой и второй частями совещания была поразительной. Для меня было очевидно, что он принимал какое-то стимулирующее средство. Очевидно, это было и для Гитлера, который под конец войны в ярости обвинял Геринга в развале авиации, произволе коррупции и взяточничестве. Окончательно вылечить Геринга от зависимости удалось только во время его заключения. По воспоминаниям американского полковника Бертона Эндрюса, когда Геринг прибыл к нему в Маутендорф, то в нем виднелся скорее торговец с наркотиками, чем руководитель Рейха. Это был глупо ухмылявшийся уволень с двумя чемоданами, полными пары кодеиновых таблеток. Но от таблеток Геринга отучил военный психиатр Дуглас Келли. После всех рассказов о страшной наркотической зависимости Геринга он был удивлен слабости наркотика, которым тот себя поддерживал. По словам психиатра, на самом деле эти крошечные таблетки содержали очень малое количество пара кодеина и средняя ежедневная доза эквивалентна примерно 0,2 грамма морфия. Келли пришел к выводу, что Геринг принимал пилюли в силу привычки, как если бы он курил сигареты. Он не получал от них особой стимуляции, но они помогали заглушать боль в ногах. Келли вылечил Геринга, постепенно уменьшая его дозу, пока не прекратил совсем выдавать таблетки. И Келли вылечил его скорее психологически, играя на сильных и слабых сторонах. Но все это было не так важно. Как известно, незадолго до казни Геринг совершил самоубийство. Хотя многие из окружения отмечали, что его ум стал более ясным и трезвым, не одурманенным наркотиками. Конечно, сейчас очень трудно найти точные сведения, что и как именно принимал Герман Геринг. Мы можем найти лишь обрывочные воспоминания или отдельные записи. Также существует легенда, что якобы по указанию Геринга был создан метадон, синтетический аналог опиума. Однако мне не удалось найти достоверных фактов, подтверждающих данную теорию. Субтитры создавал DimaTorzok